Виктория Исаева У нас, честно говоря, не хотелось вызывать симпатию других людей вот так вот легко. Нужен тебе человек, ты его располагаешь к себе. На самом деле это действительно возможно, это абсолютно реально, и привлекать к себе людей, притягивать их, нравится им с первого взгляда абсолютно доступно. И сегодня я поделюсь с вами секретами о том, как расположить к себе людей, как вызвать их симпатию, как стать популярным в компании. На самом деле есть целых пять секретов, пять простых способов привлечь к себе внимание, позитивное внимание и стать объектом всеобщей любви и симпатии. Правило номер один. Будьте счастливы. К счастливым и жизнерадостным людям другие тянутся просто автоматически. Так что тут очень важный момент. Нужно не притворяться счастливым, не изображать «ох, я жизнерадостный, беззаботный человек», потому что изображение вам ничего не даст. Если вы действительно счастливы, если вы действительно любите жизнь, любите людей, любите себя, эта энергия будет притягивать к вам людей просто автоматически. Потому что, сами знаете, у нас жизнь очень негативная, окружающая реальность, новости, газеты, интернет, они наполнены негативом, поэтому когда в этом море негатива появляется какой-то человек живчик, позитивный, яркий, жизнерадостный, улыбчивый, к нему люди автоматически тянутся, чтобы подпитаться вот этой его энергией. И всем интересно, в чём его секрет, то ли у него хорошие наркотики, то ли хороший мозгоправ, то ли, я не знаю, ещё что-то. В любом случае, если вы будете жизнерадостны, к вам будут тянуться люди автоматически. Секрет номер два. Чтобы получить любовь других людей, нужно всего-навсего искренне самому любить других людей. Соответственно, если вы хотите получить от других людей симпатию, для начала просто подарите им свою симпатию. Каким образом это можно сделать? Попробуйте искренне интересоваться другими людьми. То есть задавать не просто дежурные вопросы, а те вопросы, которые вам действительно интересны. Когда человек вам рассказывает о себе, слушайте его, воспринимайте его, я не знаю, как героя очень интересного фильма или очень интересной истории. Каждому человеку хочется почувствовать себя эдаким гостем на ток-шоу, которого ведущий с разных сторон обхаживает, расспрашивает, который приводит в пример и так далее. И, соответственно, вы можете очень легко добиться расположения другого человека, если проявите к нему искренний интерес, искреннюю симпатию, искреннее желание его выслушать, понять и так далее. Очень многие люди думают, что для того, чтобы привлечь других людей, нужно постараться им понравиться. Нужно показать, какой я хороший, какой я умный, какой я понимающий, какой красивый, какой успешный. На самом деле это огромная ошибка. Чем больше вы пытаетесь человеку понравиться, тем больше вы пытаетесь себя превознести. Соответственно, тем ниже чувствует себя другой человек. Вы ему говорите, вот я Гарвард закончил, в Америке был, в Лондоне был, а зарабатываю вот столько, а IQ-то у меня вот такой-то. Ну и что должен думать и чувствовать человек, которого вы пытаетесь к себе расположить? Он думает, блин, ну а я, значит, никто, да? Он либо будет пытаться с вами конкурировать, чтобы выровнять планку и сказать, а я не хуже, ты Гарвард закончил, а я Оксфорд закончил, да? Либо этот человек просто вот так вот опустит руки, опустит плечи, решит, ну это либо выпендрежник, либо действительно такой уж крутой человек, куда уж нам, простым людям. Таким образом, чем больше вы пытаетесь понравиться кому-то, возвыситься над кем-то, тем меньше симпатии вы, как правило, вызываете. В то время как к простым людям, скромным людям, как раз-таки наоборот, все очень даже тянутся. Наверное, вы сами замечали, что в интернете зачастую популярными становятся так называемые фрики и лузеры, да? То есть люди, мягко говоря, странные, не очень симпатичные, не очень умные, которые несут глупости, которые не боятся выставить себя полными лохами на всю сеть, выставить себя в дурацком свете, но их смотрят, их слушают, на них подписываются, у них многомиллионные просмотры. Почему? Потому что за счет таких людей мы повышаем свою самооценку. Мы смотрим на него, думаем, вот придурок, и это на его фоне прям, о, кандидат наук, голова. Так что это очень хороший и мудрый прием для того, чтобы привлечь внимание и привлечь интерес другого человека. Просто позвольте ему самоутвердиться за ваш счет, возвыситься в своих собственных глазах. Еще один очень хороший прием привлечь к себе другого человека и расположить его – это создать ему зону комфорта. На самом деле мы любим не тех людей, которые нам нравятся, которые умные, красивые, обладают различными достоинствами. Мы любим тех людей, с которыми нам просто комфортно. Когда человек рядом с вами чувствует, как будто вы уже сто лет знакомы, как будто, вот как у себя дома, в своей тарелке. Такой человек к вам сразу же потянется. Вы ему понравитесь, потому что ему с вами комфортно, спокойно, ему не надо выпендриваться, не надо как-то держать планку, не надо что-то из себя строить. Он может расслабиться и быть собой, и чувствовать, что вы его воспринимаете вот именно таким, какой он есть. Это подкупает просто моментально. Вот такие вот способы расположить к себе человека, привлечь внимание. И напоследок расскажу самые убойные. Очень многие люди думают, что для того, чтобы добиться чьей-то симпатии, нужно сделать человеку что-то хорошее. Ну, как это часто бывает, мужчина хочет понравиться девушке и делает ей дорогой подарок, да, или что-то там, не знаю, возьмет молоток, гвозди, пойдет отремонтировать ей что-нибудь в квартире. На самом деле, на самом деле, как правило, это вызывает не симпатию, а скорее чувство вины и обязательства. Если мне что-то сделали хорошее, я думаю, блин, ну вот теперь я ему вроде как должна, да, или вроде там, теперь я его должница, я ему теперь тоже обязана чем-то отплатить. Вот такое вот должна, обязана, это скорее груз, а не повод испытать симпатию и протяжение к человеку. Соответственно, если вы хотите расположить к себе другого человека, переверните ситуацию наоборот, заставьте его сделать вам что-нибудь хорошее. Ну, не то чтобы заставьте, а спровоцируйте на это. Попросите помощи, спросите совета, обратитесь к нему как к мудрому человеку, как к эксперту в своей области. Так вы, опять-таки, превознесете его, он почувствует себя хорошо, он почувствует себя героем. Всем нравится чувствовать себя героем, если честно. Очень эффективен комплимент на фоне антикомплимента. Что это такое? Когда вы приходите к человеку и говорите, ну, главное, искренне, слушай, ты вот так хорошо разбираешься в программировании, я ничего в технике не смыслю. Вот ты можешь мне вот объяснить, как вот тут, тут, тут и тут, что вот мне надо делать? То есть, когда вы показываете, что ты эксперт, а я на твоем фоне, ух, ну мне еще до тебя расти и расти, и когда вы это показываете искренне, то есть не просто притворяетесь, а действительно вы считаете, что этот человек в этом умен, компетентен, талантлив, вы нет. И вы обращаетесь к нему за помощью, вот именно вот такой вот трюк очень-очень хорошо провоцирует симпатию другого человека. Он придет вам на помощь, он даст вам то, о чем вы просите, там, поможет советом или делом или еще как-то. И при этом еще почувствует себя героем и почувствует, что его к вам, в общем-то, тянет. И вы ему нравитесь, вы ему симпатичны. Вот такие простые рецепты добиться популярности и симпатии в обычной жизни. Конечно же, нам нужна симпатия не только в обычной жизни. Многие хотят добиться популярности в интернете, в шоу-бизнесе или еще где-то. Но об этом мы будем говорить уже в следующих видео. Спасибо большое, что посмотрели. И помните, с вами была Виктория Исаева. Я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok